Здравствуйте! Меня зовут Юрий Антонов, и сейчас мы с вами рассмотрим, как правильно выбрать кимоно для дзюдо, на что следует обратить внимание, какие есть нюансы и фишки, потому что неправильный выбор экипировки ведет к травмам и нежелательным последствиям. Изначально кимоно – национальная одежда Японии, со временем эволюционировала в одежду для боевых искусств – карате, дзюдо и кидо, и поэтому правильное название кимоно для дзюдо – дзюдоги. Так как дзюдо состоит из захватов и бросков, дзюдоги отличаются от кимоно для других боевых искусств, плотностью ткани и кроем. Изначально дзюдоги были только белого цвета. Для того, чтобы размещать борцов на татане, сверх поясов они повязывали красный и белый пояс. Но с приходом телевидения и спортивных трансляций дзюдоги стали делать белого и синего цвета. Итак, из чего состоят дзюдоги? Куртка – уваги, штаны – дзюбон, пояс – обе. Куртка кимоно должна покрывать бедра, рукава должны достигать кистей, приопущенных вдоль туловища руках. Левое поло куртки должна свободно запахиваться на правую. Ширина куртки должна позволять запахивание полы не более чем 20 см, относительно уровня нижней части груди. Длина брюк должна доходить до голеностопного сустава. Ширина пояса 4-5 см, он 2 раза полностью оборачивается вокруг куртки и завязывается на талии при помощи плоского узла. Длина пояса должна позволять оставаться к концам 20-30 см. На какие моменты стоит обратить внимание при выборе кимоно? Обычно после первой стирки кимоно дает усадку примерно 5%, это где-то 10 см. Поэтому если у вас рост 160, вам необходимо брать кимоно на рост 170. Это указано на бирке. И так как кимоно сделано из хлопка, оно имеет свойство при каждой стирке усаживаться. Вы можете тешить себя мыслить, что вы набираете мышечную массу, но это все та же пресловутая усадка. Есть джюдоги двойного плетения и 100% хлопка без добавления синтетики, которые продаются после первичной температурной обработки на производстве. Такие джюдоги практически не усаживаются, и их можно брать на свой правильный размер. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это различия в плотности. Для соревновательного процесса плотность джюдоги должна составлять 650-750 грамм на метр квадратный, выполненный по стандартам Международной Федерации джюдо. При плотности около 350 грамм на метр квадратный соблюдается баланс между плотностью материала и влаго-теплопроводимостью. Такие джюдоги наиболее безопасны и приемлемы для тренировочного процесса. Нашивка Международной Федерации джюдо IGF необходима только для выступлений. С ней джюдоги стоят дороже. Для тренировок можно обойтись и без нашивки. Цвет кимоно, синий или белый, не важен. Но под традицией джюдо белый цвет наиболее приветствуется. И к тому же синий кимоно будет стоить дороже, потому что при его производстве хлопот не только отбеливают, но и красят. И кстати, некоторые производители используют краску, синический состав которой вреден для кожи и может вызывать аллергическую реакцию. Поэтому если вы собрались выбирать синий кимоно, синий кимоно будет строить 대해 ракетное количество заболевания. Соедин Это Синцами и специальная цифраided для з Nord Windows